МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Меняются правила въезда в Саров по временным пропускам. Кладбище домашних животных. Как правильно прощаться с питомцами? Библиотека на дистанции Пушкинка подготовила для читателей интерактивные занятия онлайн. Далее расскажем обо всем подробно. Для владельцев временных пропусков вводится существенное режимное ограничение. Для обладателей постоянных пропусков, за исключением лиц, находящихся на карантине, порядок въезда и выезда не изменится. Такое решение приняло на заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Сарова. В частности, все владельцы временных пропусков, списки, разовые пропуска необходимо будет заново подавать свои заявления для того, чтобы уточнить необходимость въезда в город Саров. По владельцам зональных пропусков ограничения будут касаться тех, кто находится на карантине. Алексей Голубев также напомнил, что для тех, кто не соблюдает карантин, предусмотрена уголовная ответственность. Более подробную информацию можно получить по телефону 99070 и 99065. По состоянию на 1 апреля в Сарове нет больных коронавирусной инфекции. 89 человек на карантине дома, четверо саровчан находятся в больнице под наблюдением медиков. К другим новостям. В России стали действовать новые правила оформления больничных листов. Изменения действуют с 1 апреля до 31 декабря включительно. Если больничный в расчете за полный календарный месяц получается ниже минимального размера оплаты труда, то вместо этого пособие по временной нетрудоспособности выплатят, исходя из МРОД. Он будет определяться с учетом районных коэффициентов. Для тех, кто работает неполный рабочий день или неделю, размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного исходя из МРОД, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени. В Сарове усилили меры по охране лесов. Постановлением главы администрации запрещено разводить костры в лесах, жечь хворост, траву, отходы, использовать приспособления для приготовления блюд на углях и т.д. В связи с тем, что многие горожане используют нерабочую неделю для отдыха на природе, профильные организации усилили контроль за соблюдением противопожарного режима и указы губернатора о режиме изоляции на территории Нижегородской области. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России будут проводить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, которые обратились с медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Такое постановление выпустила главный санитарный врач страны Анна Попова. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации 1 апреля. Также тестировать будут те, кто контактировал с зараженными коронавирусом и пациентами с диагнозом вне больничной пневмонии. В Министерстве финансов рассказали, в каких случаях можно не платить по кредиту. На послабление долговых обязательств могут рассчитывать те, кто потерял более 30% дохода по сравнению со среднемесячным заработком в 2019-м. Такие заемщики имеют право до 30 сентября потребовать от банка сокращения или приостановки платежей на срок до полугода. В этом случае график платежей сдвинут. Также в течение льготного периода не допускается начисление неустойки, предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или же обращение с требованием к поручителю. В Нижегородской области приостанавливают регистрации и расторжение браков. Об этом сообщили в Пресс-службе регионального управления запись актов гражданского состояния. Предварительно ограничения будут действовать до 1 июня. Ежегодно в Сарове умирают сотни домашних животных. Как правило, хозяева питомцев незаконно хоронят их в лесу. Так и возникают стихийные кладбища, которые приносят вред экологии. О том, как правильно поступать с телом своего питомца, расскажем далее. О необходимости создания кладбища домашних животных уже несколько лет говорят специалисты Госветуправления. Собаки и кошки для многих становятся практически членами семьи. И поэтому, когда питомец уходит из жизни, люди хотят достойно его похоронить. К сожалению, в городе у нас такового кладбища домашних животных не существует. Поэтому в основном все делают стихийные захоронения, что противоречит правилам. Как говорится, всем санитарным, ветеринарным нельзя хоронить животных просто в землю в неположенном месте. А положенного места у нас в службе пока нет. Вместо этого люди копают могилы в лесу и хоронят животных там. Больше половины из этих собак и кошек чем-то болели. Соответственно, вот вы закопали, чуть-чуть ямку вырыли, положили. Пришло другое животное, унюхало, что там кто-то закопал, отрыло, съело. И это вирусы или какая-то другая болезнь, можно начать гулять уже среди других животных. Сообщать о нарушении горожане должны в администрацию. Специалисты могут выписать штраф и заставить перезахоронить. Такие случаи уже были в нашем городе. Пока единственный вариант для владельцев – отвезти тело в приемник и передать сотрудникам ДЭП для кремации и утилизации. Кроме того, ветеринары напомнили о правилах содержания домашних животных в городе. Выгул животных без сопровождения хозяина, выгул в неположенных местах – это все запрещено. То есть, если животное бегает даже в ошейнике на самовыгуле, то есть, такое животное имеет полное право отловить. Как говорится, служба отлов города городского, то есть, а на хозяина должен быть наложен штраф от 500 рублей. Эта проблема стала особенно актуальна в связи с тяжелым положением приемника для животных. У них до сих пор не определен статус, финансирования также не хватает. Содержать положенные 20 дней увеличена сейчас норма, финансово данная структура не может. Получается, что отлов у нас проводится в более щадящем режиме, чем этого требуют правила. Всех отловленных животных осматривают, перевивают от бешенства, клеймят или беркуют и ставят на учет. В госветуправлении есть сведения о каждом животном, который отловили на улицах города. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Из захолостного поселка в современный Наукоград. 1 апреля 1946 года началась новая история Сарова. Населенный пункт был выбран как место расположения первого советского ядерного центра. Это решение приняла Московская комиссия, перед участниками которой стояла цель – найти место для создания самого секретного объекта СССР. Заместитель председателя ГКУ Молотов назначил главой атомного проекта Игоря Курчатова. 9 апреля 1946 года было принято постановление Совета министров СССР о создании конструкторского бюро 11 при лаборатории номер 2 Академии наук СССР. Начальником КБ был назначен Павел Михайлович Зернов, а главным конструктором – Юлий Борисович Харитон. Строительство КБ-11 на базе завода номер 550 в поселке Саров возлагалось на Народный комиссариат внутренних дел. Для проведения всех строительных работ было создано стройуправление номер 880 НКВД СССР. С апреля 1946 года весь личный состав завода номер 550 был зачислен рабочими и служащими стройуправления номер 880. В феврале 1947 года постановлением Совета министров СССР КБ-11 было отнесено к особо режимным предприятиям с превращением его территории в закрытую режимную зону. Поселок Саров был изъят из административного подчинения Мордовской АСР и исключен из всех учетных материалов. До середины 60-х годов на территории Сарова соблюдался режим строжайшей секретности – въезд и выезд ограничен. А личная корреспонденция жителей города проходила через сотрудников Комитета госбезопасности. Но цель оправдала средства. Все это позволило в кратчайшие сроки создать и испытать атомное оружие. В ночь с 31 марта на 1 апреля по дороге к КПП номер 4 произошло ДТП. В результате аварии погиб сыровчанин. Подробности в следующем репортаже. Именно здесь, на дороге номер 203 в сторону 4 КП в ночь с 31 марта на 1 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с БМВ. В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте. Водитель второй машины получил телесные повреждения в виде ушибов конечностей после осмотра врачами, был отпущен домой. Версию озвучивать я не буду, потому что по данному факту проводится соответствующая процессуальная проверка. И при ее проведении будут выяснены все обстоятельства произошедшего и будет принято окончательное процессуальное решение. Предполагают, что возможная причина аварии – лысая резина на колесах. Водители раньше времени переобули свой транспорт и не посмотрели на значение столбиков термометра. Погода какая изменчивая. Сегодня уже ночью было минус 3 градуса мороза. Были осадки, видимо, в виде снега. Небольшой накат был. Поэтому переобуваться еще рано. Нужно ездить на зимних, либо ошипованных шин, либо в простонародье тех, которые называют липучками. Беречь себя, свое здоровье и здоровье других участников дорожного движения. Также Александр Косенков отметил, что в городе введен режим повышенной готовности с соблюдением особых карантинных мер и условий. Запрещается покидать места самоизоляции, кроме обозначенных причин – ходить в магазин и выгуливать собаку не дальше 100 метров. Вот в данном случае все участники дорожного транспортного происшествия, они самостоятельно, без какой-либо причины, покинули места своего проживания, места своей самоизоляции. Что и явилось в данном случае одной из причин совершения дорожного транспортного происшествия и наступления таких вредных последствий. И я призываю наших горожан все-таки исполнять указ нашего президента, указ нашего губернатора, оставаться дома, по месту своего жительства, беречь свое здоровье, свою жизнь, здоровье и жизни своих близких. Не надо без надобности выходить на улицу, садиться за роль автомашины, какой бы она у него ни была, и по какой-либо причине переезжать по улице нашего города, участвовать в дорожном движении. В дни карантина Александр Косенков уверил, что сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Сотрудников библиотеки имени Пушкина коронавирус не пугает. Все свои наработки и мероприятия они перенесли в интернет. Теперь юные читатели смогут на расстоянии участвовать в интерактивных мероприятиях библиотеки. Мы решили, что наше обслуживание, онлайн обслуживание читателей, мы превратим в такое необычное, наверное, мероприятие для наших читателей. То есть в течение всей недели, включая субботу, воскресенье, мы будем предоставлять нашим читателям какой-то интересный контент. На протяжении семи дней сотрудники библиотеки будут общаться со своими читателями дистанционно. Каждый день ребята будут узнавать для себя что-то полезное. Они примут участие сразу в нескольких направлениях. Экранизация, библиоэкспонат, мастер-ок, книга у микрофона, прокачай мозг, зато читай, телепортация. Прежде всего, конечно, мы будем говорить о чтении, поэтому один день в неделю мы будем посвящать громким чтениям, потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня родители, которые больше времени будут проводить с детьми, имеют больше возможностей для того, чтобы с детьми почитать. О громком чтении, о том, что важно читать вслух, мы постоянно говорим родителям, потому что это действительно очень важно. Мы будем давать варианты текстов, которые можно почитать. Мы будем предлагать собственное прочтение каких-то произведений для того, чтобы показать, что это очень интересная форма работы. Принять участие в акции может любой желающий. Всю информацию сотрудники библиотеки выкладывают в социальную сеть ВКонтакте, либо на официальный сайт. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома.